Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Ставя их мнение в основу нашей деятельности Мы будем стараться для людей, для простых членов профсоюза Федор Герасимов, возглавлявший организацию без малого 15 лет, слагает в себя полномочия профсоюзного лидера Мне что обидно, за мою честную работу я получил то, что заслужил, за то, что старался делать для профсоюзов, за то, что защищал их интересы, я получил то, что сегодня произошло. Поэтому дай бог, чтобы у других получилось лучше. Решение конференции правомощное, они избрали нового лидера, ну, успехов ему, я не собираюсь, отсиживаются дома на печке, вот, буду работать во благо интересов республики нашей. Новый лидер профсоюзов выбран сроком на два года, то есть в 2015-м очередное голосование по кандидатуре главы организации. Алексей Гончаренко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия Судебные приставы арестовали имущество подсининской птицефабрики. На реализацию передано несколько единиц техники общей стоимостью в 600 тысяч рублей. С молотка уйдет грузовик «КамАЗ», трактор «Беларусь», легковушка «ГАЗ-31» и разного рода автозапчасти, которые исполнители нашли на предприятии. К слову, сибирская губерния задолжала буквально всем, от коммунальщиков до пенсионного и налоговой. Всего около 13 миллионов рублей. Руководство фабрики комментарии не дает, а приставы тем временем сообщают. Если предприятие не начнет выплаты самостоятельно, вовсе рискует растерять все имущество. Разысканы счета данного предприятия, на них на денежные средства, находящиеся на данных счетах, наложены аресты. Насколько мне известно, потихоньку денежки списываются. Была арестована автотранспортная техника, другая спецтехника. Та техника, которая прошла оценку, она была передана на реализацию. Остальная техника ждет, скажем так, в своей очереди. Преступность молодеет. Практически все преступления по самым тяжелым статьям, убийства, грабежи, разбои совершаются в пьяном виде. Подтверждение тому уголовное дело, по которому вчера Аскизский районный суд вынес приговор. На скамье подсудимых оказалась молодая девушка, которая совершила убийство в 19 лет. Из зала суда Юлия Константинова. Пьянство, особенно в маленьких деревнях, главный мотив, выражаясь профессиональным языком судей, неприязненных отношений, возникших в ходе бытовых ссор, ревности и желания отомстить. Только в Аскизском районе в прошлом году водка стала причиной избиений и даже убийств в 93 случаях из 100. Согласно статистике, количество преступлений против жизни и здоровья человека выросло на 32%. Очень показательно то, что преступления данной категории совершаются, ну, больше, около половины этих преступлений совершены молодыми людьми в возрасте до 30 лет. Эта девушка яркая тому подтверждение. В октябре прошлого года она совершила убийство. Сначала пила вместе с матерью, ее сожителем и знакомой. Когда мать приревновала гостю к гражданскому мужу, решила помочь выпроводить из квартиры пьяную горе подругу. Не получилось, и тогда в ход пошел кухонный нож. Удар пришелся прямо в сердце. Смерть потерпевшей наступила мгновенно. Конечно, сильно раскаивается. Вину свою она сразу признала. Считаю, что способствовало данным преступлениям. Это стечение просто жизненных обстоятельств. Все получается время распития спиртных напитков. Это всеобщая беда и всеобщее горе нашего общества. Уголовный кодекс за убийство предусматривает от 6 до 15 лет лишения свободы. Надо отметить, девушка уже была осуждена условно. Почти год назад, в феврале 2012-го, она тоже нанесла ножевое ранение сожителю своей матери. Тогда подсудимый, если можно так сказать, повезло, мужчина выжил. В этот раз трагедии избежать не удалось. Суд назначил окончательное наказание под двум преступлениям в виде 8 лет, 6 месяцев облечения свободы. Все понятно, да? Приговор пока не вступил в законную силу. В течение 10 дней участники процесса вправе подать апелляцию. Однако шансов немного. Так что, скорее всего, из колонии общего режима подсудимая выйдет в 29 лет. И еще один показательный штрих. Дочь убитой женщины не пришла на приговор. Рассказывает, потерпевшая тоже пила. Была лишена родительских прав и не раз привлекалась к уголовной и административной ответственности. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, Трестих, Акасия. Частные подворья в Нижне-Теои Аскийского района затапливают талые воды. В этой местности снега за зиму выпало намного больше, чем обычно. Он начал таять, и вода подошла к домам. Причину подтопления деревни люди видят в водоотводной трубе. Ее проложили под вновь отстроенной дорогой, которая отделяет село от озера. Оно ежегодно образуется весной, когда в округе обильно тает снег. Прежде стихийный водоем не мешал, так как находился он ниже уровня дороги. Но когда появилась труба, вода весной начала из озера перетекать к домам. Затопила огороды, подполья, надворные постройки. С этой трубы сколько народ-то мушает. Наши соседи. Внизу там тоже стайка попадет, где держать скот. На улицу ты не выгонишь. Сами-то кое-как все равно в тепле. А скоту плохо. Местные власти уже пытались как-то решить проблему. Заказывали технику, чтобы прорыть каналы. Но земля еще мерзлая. Пришлось работы отложить как минимум на месяц. А пока жители вдоль заборов делают насыпи из шлака. Тем самым пытаясь хоть как-то преградить путь в воде. Книга – это ценность на века. И никаким электронным аналогом ее не победить. Такие выводы сделал лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на московской выставке-ярмарке «Книги России». Лидер КПРФ отметил, что очень переживает за судьбу детской книги и учебной литературы. Сейчас создается немало новых произведений с хорошим художественным оформлением. Но выходят они небольшими тиражами и продаются по высокой цене. Есть и плюсы. Наша литература доступна, переводится сегодня на все языки и очень востребована. Депутат КПРФ заявил, что будет делать все для того, чтобы поддержать наших издателей. Детскую книгу и учебную литературу. Хакасский национальный драматический театр готовится к премьере. На сцене «Чеховская чайка», однако впервые в необычной интерпретации. Сценография буквально обнажает механизм создания спектакля. Декорации, собранные из фрагментов разных постановок. Живой звук, музыка, современные костюмы. Первый акт – настоящий капустник, клоунада. Свободная, порой непредсказуемая игра актеров. Много действия, юмора, иронии, которые актеры уместно используют в рассказе о природе театра, творчества. Второй акт – серьезные философские размышления о жизни. Мы хотим еще привлечь молодого зрителя. Мне кажется, это для них. Это пьеса о любви. Самая главная тема является любовь. Если любовь нас всех покинет, то тогда нет смысла. То есть вся мысль спектакля, вот к чему ведет весь спектакль, о том, что людям надо ценить любовь, быть внимательными друг к другу. Вот об этом, наверное, мы и хотим рассказать. С наступлением весны подвержены риском люди с неустойчивой психикой. Это наблюдение практических психологов. Традиционно весной у них становится больше клиентов. Как защитить себя от весеннего стресса? Это тема сегодняшнего интервью с психологом Сергеем Акимовым. Смотрите сразу после прогноза погоды и рекламного блока. На этом наш выпуск завершен. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова